здравствуйте уважаемые зрители видеоканала планета дзюдо с вами роман карасев и сегодня вашему вниманию представлен будет краткая статистика выступления сборной команды россии по дзюдо на олимпийских играх в токио в данном выпуске это мужская сборная кто вошел в состав олимпийской сборной россии и как выступал на олимпийском татами в токио весовая категория до 60 килограммов в эту весовую категорию российскую команду представлял роберт мушвидабадзе в категории было заявлено 23 спортсмена на момент выхода на татами роберту был 31 год он родился 17 августа 1989 года в рейтинг листе международной федерации дзюдо занимал третью позицию вес спортсмена на момент взвешивания составил 59 килограмм 800 грамм лучшее достижение согласно рейтингу турниров международной федерации дзюдо это турнир мастерс в гуанчжоу 2018 году первое место согласно жеребьевки мшвидабадзе был посеян в группе а и начинал свой поединок в 1 16 предварительного раунда первым соперником мшвидабадзе на олимпийском татами стал чакадуа чакадуа турнике представляющий нидерланды продолжительность поединка составила 4 минуты на 40 секунде поединком швидабадзе пропускает атаку чакадуа прием учимата судейская оценка вазари за оставшееся время поединка судья два раза вынес предупреждение шида в сторону чакадуа это 3 минуты 23 секунды пассивность и 3 минуты 59 секунд ложная атака и одно предупреждение шида мшвидабадзе 3 минуты 23 секунды односторонний захват за оставшееся время мшвидабадзе не удалось провести результативную атаку в итоге он проиграл с оценкой вазари результат по итогам олимпийского турнира 9 место весовой категории до 66 килограммов в этой весовой категории российскую команду представлял якуб шамилов в категории было заявлено 27 спортсменов на момент выхода на татами олимпийская якуб шамилов был 30 лет он родился 25 апреля 1991 года в рейтинг листе международной федерации дзюдо он занимает 12 позицию вес спортсмена на момент взвешивания составил 65 килограмм 900 грамм лучшее достижение согласно рейтингу турниров международной федерации дзюдо чемпионат мира в венгрия 2021 год третье место согласно жеребьевке шамилов был посеян в группе д и начинал свой поединок в 1.32 предварительного раунда первым соперником шамилова на олимпийском татами стал немецкий спортсмен сейдл себастьян поединок продолжался 6 минут 49 секунд и завершился в дополнительное время за время поединка судья один раз вынес предупреждение шида в сторону шамилова 5 минут 20 секунда захват одной рукой и 3 предупреждения шида сейдлу 1 минута 47 секунд ложная атака 5 минут 20 секунд захват одной рукой и 6 минут 49 секунд выход за пределы татами в итоге шамилов одержал победу с оценкой ипон ввиду объявленного наказания хансо кумаки сейдлу за 3 шида вторым соперником шамилова на олимпийском татами стал маргелашвили ва же грузия это был уже 1 16 предварительного раунда поединок продолжался 4 минуты и завершился в основное время за время поединка судья один раз вынес предупреждение шамилову шида 41 секунда уход от захвата и один раз предупреждение маргелашвили тоже был на 41 секунде уход от захвата на 3 минуте в 52 секундах шамилов пропускает атаку маргелашвили прием харай макикоми за который судья дает оценку в азаре оставшееся время шамилову не удалось провести результативную атаку в итоге он проиграл с оценкой в азаре и результат по итогам олимпийского турнира девятое место весовая категория до 73 килограммах в этой весовой категории российская команда представлял мусам и гушков в категории были заявлены 36 спортсменов на момент выхода на татами в токио мусима гушкова был 34 года он родился 6 февраля 1988 года в рейтинг листе международной федерации дзюдо он занимал 15 позицию вес спортсмена на момент взвешивания составил 72 килограмма 800 грамм лучшее достижение согласно рейтингу турниров международной федерации дзюдо турнир большой шлем бразилии в 2019 году первое место согласно жеребьевки и могушков был посеян в группе а и начал свой поединок в 1 32 предварительного раунда первым соперником могушкова на олимпийском татами стал рустам аруджев азербайджан за время поединка судья 2 раза вынес предупреждение шида в сторону могушкова 2 минуты 27 секунд пассивность и 4 минуты 32 секунды пассивность и 1 предупреждение шида аруджеву 2 минуты 27 секунд пассивность на 4 минуте 52 секундах в дополнительное время голденского могушков пропускает атаку аруджева прием сумми гаэши за которую судья дает оценку в азаре в итоге могушков проигрывает поединок с оценкой в азаре результат по итогам олимпийского турнира 17 место весовая категория до 81 килограмма в этой весовой категории российская команда представлял алан хубецов в категории было заявлено 35 спортсменов на момент выхода на татами алан хубецов было 28 лет он родился 29 июня 1993 года в рейтинг листе международной федерации дзюдо он занимал восьмую позицию вес спортсмен на момент взвешения составил 80 килограмм 700 грамм лучшее достижение согласно рейтингу турниров международной федерации дзюдо это турнир мастерс в циндау 2018 году третье место согласно жеребьевке хубецов был посеян в группе а и начинал свой поединок в 1 32 предварительного раунда первым соперником хубецова на олимпийском татами стал владимир злой в киргизии поединок продолжался 4 минуты 48 секунд за время поединка судья один раз вынес предупреждение шида в сторону хубецова 4 минуты 26 секунд это предупреждение было вынесено за пределы выход за пределы татами и 3 предупреждения шида залой его на первой минуте 54 секундах пассивность 3 минуты 5 секунд пассивность и 4 минуты 48 секунд пассивность в итоге хубецов одержал победу в поединке в дополнительное время с оценкой япон за наказание хансо кумаки три шида показаны залой его хубецов вышел в 1 16 предварительного раунда второй поединок хубецова на олимпийском татами состоялся с антуаном была фортие канада поединок продолжался 4 минуты за время поединка судья один раз вынес предупреждение шида хубецову на 2 минуте 51 секунды захват одной рукой и один раз предупреждение валуа фортие 2 минут 17 секунд захват пистолет хубецовым была проведена одна результативная атака получившая оценку в азаре на 32 секунде поединка в итоге хубецов смог удержать эту оценку до завершения поединка и вышел следующий круг соревнований четвертьфинал в третьем поединке соперником хубецова стал матиас косе бельгия поединок продолжался 7 минут и 9 секунд за время поединка хубецов получил 3 предупреждения шида 3 минуты 28 секунд захват одной рукой 5 минут 24 секунды уход от захвата и 7 минут 9 секунд пассивность его соперник косе также получал предупреждение шида но лишь один раз 3 минуты 28 секунд захват одной рукой по ходу поединка хубецову не удалось провести ни одной результативной атаки также как и его сопернику матиасу косе в итоге хубецов проиграл с наказанием хансо кумаки за три объявленных предупреждения шида хубецов выбыл из финальной сетки соревнований и перешел в утешительную четвертым соперником хубецова в утешительном поединке стал рассел доминик германии поединок продолжался 2 минуты 47 секунд по ходу поединка хубецов получил одно предупреждение шида 1 минута 56 секунд за пассивность его соперник рассел также получил предупреждение шида 1 минута 56 секунд за пассивность по ходу турнира хубецову не удалось провести не одну результативную атаку, а вот его соперник Рассел провел результативную атаку на второй минуте 47 секундах, которая получила оценку Япон, прием Дэаши Харай, в итоге Хубецов проигрывает поединок и выбывает в борьбе за призовое место. Результат по итогам олимпийского турнира это седьмое место. Весовая категория 90 килограммов, в этой весовой категории российскую команду представлял Михаил Игольников. В категории были заявлены 33 спортсмена. На момент выхода на олимпийское татами Михаилу Игольникову было 24 года. Он рожден 15 октября 1996 года. В рейтинг листе международной федерации дзюдо он занимал десятую позицию. Вес спортсмена на момент взвешивания составил 89 килограмм 800 граммов. Лучшее достижение согласно рейтингу турниров международной федерации дзюдо. Турнир большой шлем в Венгрии в 2020 году первое место. Согласно жеребьевке Игольников был посеян в группе А и начинал свой поединок в 1.32 предварительного раунда. Первым соперником Игольникова на олимпийском татаме стал Досу Йова Селтус из Бенина. Поединок продолжался 2 минуты 5 секунд. За время поединка судья 1 раз вынес предупреждение Шида в сторону Игольникова. 1 минута 34 секунды уход от захвата. И одно предупреждение Шида было вынесено Досу. 1 минута 34 секунды уход от захвата. По ходу поединка Игольников провел две результативные атаки, которые получили оценки Вазари. 58 секунда Оучи Гарри и 2 минуты 5 секунд Косуто Гарри. В итоге Игольников одержал победу в поединке с оценкой Вазари-Вазари-Васет-Ипон и вышел в 1.16 предварительного турнира. Второй поединок Игольников провел на олимпийском татаме с Мамадли Мехдиев Азербайджан. Поединок продолжался 4 минуты. За время поединка судья один раз вынес предупреждение Шида Игольникову. 1 минута 54 секунды пассивность. И два раза предупреждение Шида Мехдиеву. 55 секунда защитная позиция и 1 минута 54 секунды пассивность. Игольников смог провести одну результативную атаку, получившую оценку Вазари на 2 минуте 47 секундах поединка. В итоге Игольников одержал победу в этой встрече и вышел в следующий круг соревнований четверть-финал. В третьем поединке соперником Игольникова стал Николас Шеразадишвили, Испания. Поединок продолжался 3 минуты 59 секунд. За время поединка Игольников провел одну результативную атаку, которая принесла ему победу в поединке. Был проведен прием Окури Эри Джимми, удушающий. Его сопернику Шеразадишвили по ходу поединка было объявлено 2 предупреждения Шида. 41 секунда ложная атака и 2 минуты 55 секунд пассивность. Одержав победу в поединке, Игольников вышел в полуфинал. Четвертым соперником Игольникова в поединке, который выводил его в финал Олимпийских игр в Токио, стал Лаша Бекаури Грузия. Поединок продолжался 4 минуты. По ходу поединка Игольникову не удалось провести ни одной атаки. Его соперник Бекаури в поединке получил 2 предупреждения. Шида, 2 минуты 13 секунд пассивность и 3 минуты 58 секунд защитная позиция. Игольников пропустил одну результативную атаку, получившую оценку Вазари, которая была проведена Бекаури на 2 минуте 56 секундах. Прием Тани Отоши. В итоге Игольников проигрывает поединок и переходит в группу утешительных встреч. Пятый поединок у Игольников состоялся с Тот Кристиан, Венгрия. Поединок продолжался 7 минут 28 секунд. За время поединка Игольников получил 1 предупреждение Шида на 6 минуте 49 секунд за пассивность. Сопернику Игольникову Тоту было объявлено 2 предупреждения Шида. 1 минуты 23 секунды выход за пределы татами и 2 минуты 48 секунд ложная атака. В дополнительное время поединка за 3 место Игольников пропускает результативную атаку от Тота, которая приносит его сопернику оценку Вазари. Прием Сою Наги был выполнен на 7 минуте 28 секундах. В итоге Игольников уступает в этом поединке и завершает олимпийский турнир. Результат по итогам олимпийского турнира 5 место. Весовая категория до 100 килограммов. В этой весовой категории российскую команду представлял Нияс Ильясов. В категории было заявлено 25 спортсменов. На момент выхода на татами Ильясову было 24 года. Он родился 10 августа 1995 года. В рейтинг листе Международной Федерации дзюдо он занимал 7 позицию. Вес спортсмена на взвешивании составил 99 килограмм 500 грамм. Лучшее достижение согласно рейтингу турниров Международной Федерации дзюдо чемпионат мира 2019 года. Второе место. Согласно жеребьевке Ильясов был посеян в группе С и начинал свои поединки с 1-16 предварительного раунда. В первом поединке Ильясов на олимпийском татаме встретился с соперником Цирь Енич Миклыш из Венгрии. Поединок продолжался 2 минуты 30 секунд. За время поединка Ильясов получил 1 предупреждение Шида на 2 минуте 1 секунды. Захват пальцами внутрь рукава. И также провел 1 результативную атаку, которая получила оценку в Иппон на 2 минуте 30 секундах. Прием Цурь Коми Гоши. Его сопернику Цирь Еничу по ходу поединка было объявлено 2 предупреждения Шида. На 36 секунде уход от захвата. И на 1 минуте 11 секунд выход за пределы татами. Итог поединка победы Ильясова и выход его в следующий круг соревнований 1-16 четверть в финал. Второй поединок Ильясов состоялся с Жоршем Фонсека. В Португалии поединок продолжался 7 минут 55 секунд и завершился в дополнительное время. По ходу поединка Ильясов получил 2 предупреждения Шида. 1 минута 1 секунда пассивность и 6 минута 27 секунд пассивность. Его соперник Фонсека также получил 2 предупреждения Шида. 1 минута 1 секунда пассивность и 6 минут 27 секунд пассивность. Ильясов пропустил одну результативную атаку от Фонсеки на 7 минуте 55 секундах. Прием Соды Цурь Коми Гоши, которая получила оценку от судей Вазари. Итог поединка. Ильясов проигрывает дополнительное время и выбывает из борьбы за Олимпийское золото, переходя в утешительные поединки. Третий поединок Ильясова в утешительной группе состоялся с Карлом Рихардом Фрейм, Германия. Поединок продолжался 4 минуты. По ходу поединка Ильясов получил 1 предупреждение Шида. 3 минуты 59 секунд выход за пределы татами. И провел одну результативную атаку, которая получила оценку Вазари. 2 минуты 57 секунд Косу Тугари. Соперник Ильясова Фрейм также получил 1 судейское предупреждение Шида. 1 минута 59 секунд ложная атака. Итог поединка. Ильясов одерживает победу и выходит в утешительный поединок за третье место. Четвертый поединок Ильясова состоялся с Варламом Липартолиани, Грузия. Поединок продолжался 4 минуты. За время поединка Ильясов получил 2 предзамечания Шида. 3 минуты 38 секунд ложная атака. 3 минуты 54 секунды ложная атака. И смог провести одну результативную атаку Суми Атоши, которая получила судейскую оценку Вазари на 3 минуты 27 секундах. Итог поединка. Победа Ильясова и завоевание третьего места Олимпийского турнира. Весовая категория свыше 100 килограммов. В этой весовой категории российскую команду представлял Тамерлан Башаев. В категории были заявлены 22 спортсмена. На момент выхода на Олимпийское татаме Тамерлан Башаев было 25 лет. Он родился 22 апреля 1996 года. В рейтинг листе Международной Федерации Дзюто он занимал первую позицию. Вес спортсмена на момент взвешивания составил 128 килограмм 300 грамм. Лучшее достижение, согласно рейтингу турниров Международной Федерации Дзюдо, это чемпионат мира 2021 года, второе место. Согласно жеребьевке, Башаев был посеян в группе А и начинал свои поединки в 1.16 предварительного раунда. Первый поединок Башаев провел с Ньяй Баньяк, Сенегал. Поединок продолжался 2 минуты 51 секунду. По ходу поединка Башаев получил 1 предупреждение Шиде, 1 минуты 3 секунды за пассивность и провел 2 результативные атаки, получившие оценки Вазари. 1 минута 55 секунд Сео Юнаги и 2 минуты 50 секунд Тани Отоши. Итог поединка победа Башаева с оценкой Вазари Вазарева с Этепон и выход в следующий раунд соревнований 1 восьмую четверть финала. Второй поединок Башаева состоялся с Рейнер Тедди, Франция. Поединок продолжался 4 минуты 29 секунд. По ходу поединка Башаев получил 2 предупреждения Шиде, 1 минуты 15 секунд, уход от захвата и 2 минуты 5 секунд, пассивность. И провел 1 результативную атаку, получившую судейскую оценку Вазари. 4 минуты 29 секунд Суми Атоши. Его соперник Рейнер также получил 1 предупреждение Шиде, 1 минуты 15 секунд, уход от захвата. Итог поединка победа Башаева в дополнительное время Голденско и выход в полуфинал Олимпийского турнира. Третий поединок Башаев проводит с Тушишвили Гурам Грузия. Поединок продолжался 3 минуты 9 секунд. По ходу поединка Башаев провел 1 результативную атаку, получившую оценку Вазари на 47 секунде. Суми Атоши. Его соперник Тушишвили получил 1 судейское предупреждение Шида, 1 минута 12 секунд закрытия от ворота. И провел 2 результативные атаки, которые судьи оценили с оценками Вазари. 2 минуты 50 секунд Цури Гуши и 3 минуты 9 секунд Суми Атоши. Итог поединка проигрыш Башаева и выход из борьбы за Олимпийскую золотую медаль. Четвертый поединок Башаев провел с Хамму Яков, Украина. Поединок за бронзовую медаль продолжался 2 минуты 40 секунд. За время поединка Башаев провел 2 результативные атаки, которые были оценены судей Вазари. Были проведены приемы Сою Наги на 2 минуте 29 секундах и Кузури Кеса Гатами на 2 минуте 40 секундах. Итог поединка. Победа Башаева с оценкой Ипон Вазари Вазари. И завоевание третьего места Олимпийского турнира. На этом я заканчиваю свою статистику. Информация данная была взята с официального сайта Международного Олимпийского комитета. С вами был Роман Карасев и вы смотрели видеоканал Планета Дзюдо. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok